Всем привет, с вами Дэн и сегодня одна из ваших самых любимых рубрик это часовой батл и сегодня у нас батл среди кварца, причем почти одинаковая цена у этих трех моделей. Итак, сегодняшние наши участники это, первое это Пагани Дизайн, Хамаш Дайтоне, дальше Лакс Дентон, Хамаш Пиже и Зентос, здесь у нас Хамаш Убло. Соответственно по цене здесь 70, здесь 80, здесь 80 примерно, да, ну это обычно там такая средняя, да, усредненная цена. Механизмы здесь везде японские, в Зентосе у нас это трехстрелочник, соответственно здесь внутри стоит японская Миота, Лакс Дентон и Пагани Дизайн, там стоит Сейко Мека Кварц. Ну и собственно, что еще здесь важно отметить, что Пагани и Зентос продаются на Алиэкспрессе и нужно заказывать из Китая, соответственно Зентос тоже есть на Алиэкспрессе, но есть еще и на российских маркетплейсах и доставка есть и из России. Поехали, значит первое, что мы рассматриваем это бренд, ну и что я могу здесь сказать. Безусловно, с одной стороны Пагани Дизайн это ну совершенно странное сочетание слов, закос под сами знаете какие марки, но тем не менее с точки зрения брендинга уже несколько лет эта марка на рынке, и ее уже, ну в том числе, наверное, благодаря мне стали относительно узнавать, знать и Пагани Дизайн это уже немножечко продвигается в плане бренда. Хотя, наверное, сам того и не желаю, да. Что касается Лакс Дента, ну то здесь, конечно, пока все на защаточном уровне, он практически неизвестен даже поклонникам часов с Алиэкспресс, поэтому здесь все вот так. Зентус молодой, соответственно, бренд, но они достаточно активно продвигаются, и в том числе там можно посмотреть и в соцсетях, и страничку в своем инстаграме развивают, поэтому как бы ребята брендом занимаются. Поэтому я думаю, что здесь такая первая ступенечка по работе со своим брендом. И я думаю, что справедливо поставить Зентусу в этом случае 1 балл, Лакс Дентон пока 0, Пагани уже 2, хотя раньше, вы помните, был тоже 0. Вот, ну это, эти характеристики, они могут меняться со временем, если марки, конечно же, будут уделять внимание своим часам и своему бренду. Если они будут сохраняться качественными, естественно. И важно, опять же, здесь, что все оценки, они именно относительно конкретно этих часов. То есть, если мы их будем сравнить с другими, то эти оценки будут несопоставимы, это как всегда. С точки зрения дизайна, ну здесь достаточно все просто. Здесь у нас хамаж, что называется, 100%. Лакс Дентон чуть там разбавил все это дело цветами, Мекакварс поставил. И в Зентусе тоже постарались, потому что здесь и стрелки, и циферблат, он не является таким полным хамажем. Поэтому, опять же, в плане оценок у нас 3 балла Зентусу, 3 Лакс Дентону, ну и 0 Пагани, потому что ребята здесь вообще нифига не заморачиваются. У нас, к сожалению, не все модели на браслете или не все на ремешках, поэтому сегодня будем сравнивать, наверное, не столько качество отделки браслета, сколько в целом вот за эту цену, например, да, сколько дает браслет, насколько хороший ремешок. И здесь, что важно, у нас цена примерно одинаковая, плюс-минус, да. Но здесь у Зентуса браслет, здесь, соответственно, кожаный ремешок, а здесь у нас каучук. И у меня есть определенные вопросы по каучуку у Пагани. Он, ну, достаточно на средненьком уровне, в принципе, китайцы могут сделать лучше в этой ценовой категории. У Лакс Дентона, если вы смотрели полностью обзор, здесь, конечно, откровенно, откровенно паршивый ремешок, который сразу стоит выкинуть. Что касается Зентуса, то здесь вполне себе приличный браслет, очень даже аккуратный, хорошо отделанный и раскладушка такая, да, тоненький. Отличный браслет за свою цену, это прям супер. Вот, и оценки у нас следующие. 6 баллов у Зентуса, 4 у Пагани Дизайн, ну и 1 у Лакс Дентона, хотя, наверное, у Лакс Дентона можно было поставить и 0. Ну, ладно, пусть будет плюс 1. Идем дальше, и следующее у нас это, так, циферблат. Циферблат, здесь мы оцениваем качество циферблат. У Пагани очень приличный циферблат, традиционно они делают все на высоком уровне. На макро были определенные косячки с точки зрения, там, отделки стрелок, пылиночки определенные. За это я немножко оценку снизил. У Лакс Дентона этого чуть больше, чем у Пагани Дизайн. Это касается отделки стрелок и манежей по циферблату. Что касается Зентуса, то если вы смотрели полностью обзор, то меня эта марка удивила, потому что это, наверное, первый из доступных брендов, где был абсолютно бескосячный циферблат. Это касалось и пыли. Это вообще впервые. Это удивительно, да, и с точки зрения отделки. Поэтому здесь я поставил вообще максимальную оценку, ну, потому что круче некуда, тем более за 80 баксов. 10 Зентус, 6 Лакс Дентон и 9 Пагани немножечко я им снизил. Так, что-то у нас не все помещается. Давайте идем дальше. Корпус. Значит, качество отделки корпуса. У Пагани шикарный корпус. Это они делать уже давно научились. Тем более здесь сложные, здесь с пушерами, здесь с безелем, с тахиметром. Круто. Вообще нет никаких вопросов по корпусу за эти деньги. У Лакс Дентона чуть похуже. Здесь чуть более грубое сатинирование. И в целом, ну, чуть более экономная отделка. У Зентуса отлично сделан корпус. Кстати говоря, еще и такой тоненький, резкие грани. При этом нигде ничего не режет. Отличное сатинирование. У нас тут винты, красивый безель. В общем, здесь по корпусу все хорошо. И у нас 9 батлов у Зентуса. Потому что все равно можно чуть лучше сделать. Лакс Дентону 7. И Пагани дизайн я сделал 10 баллов. Но здесь, скорее всего, не за то, что у них там, скажем, с Зентусом разница какая-то по сатинированию, полировке. А просто здесь гораздо более сложный корпус. Они за меньшие деньги дают корпус. Ну, в принципе, посложнее. Вау-фактор, наверное, самый субъективный оценок. Хотя, вообще, весь батл абсолютно субъективный. Абсолютно мое личное мнение. Но вау-фактор это когда вот что-то такое часы представляют из себя. Либо в плане дизайна, либо необычности. Либо вот что-то они какие-то эмоции могут еще вызвать. Поскольку здесь у нас хамажи, то, конечно же, вау-фактор здесь я всегда занижаю. Но просто потому, что, естественно, заимствованные элементы дизайна, они не могут оцениваться так же, как и дизайн, который разработан собственно. Поэтому здесь у нас все достаточно просто. 0 баллов у Pagani Design. 5 баллов у Luxe Denton. Может быть, немножко завысил. И 3 балла у Zentos. Может быть, немножко занизил. Ну, пусть будет так. Ладно. Механизм. По механизму я уже сказал. Здесь Mega Quartz у нас у хронографов. И, собственно, Miota здесь на Zentos. Ну, в общем, все японские механизмы. Разница только в том, что Mega Quartz чуть дороже по цене. Поэтому 10 баллов Pagani. 10 баллов Luxe Denton. Здесь лучше желать не хочется. И Zentos я занизил. Ну, здесь просто по одной причине. Просто этот механизм сам по себе дешевле. Если бы здесь везде стояли одинаковые Miota, да, ну, всем было бы по 10 баллов. А так, в принципе, за эти деньги это все равно шикарно. Общее качество отделки здесь у нас следующее. 8 баллов у Pagani Design. 5 баллов у Luxe Denton. Все-таки много вопросов к этим часам. И 8 баллов по Zentos я поставил. Я думаю, что достаточно адекватно. С точки зрения цены здесь достаточно все наглядно. Да, 70 Pagani, 80 Luxe Denton и 80 Zentos. Но здесь еще важный момент, что Zentos это все-таки продается уже на российских маркетплейсах. Соответственно, с учетом налогов там, да. И в этом плане цена на них еще более интересная, еще более вкусная. Поэтому оценки следующие. 10 баллов Pagani. 10 Zentos. И Luxe Denton у нас с учетом качества и цены просаживается. Все-таки просаживается. И итоговая оценка. Здесь кто еще не успел посчитать. У нас получается, что 53, 42 и 57 и 57. И у нас Zentos получается на таком достаточно уверенном первом месте. Я думаю, что это обусловлено, во-первых, качеством корпуса циферблата. Во-вторых, это общим качеством часов. То есть у них практически нет каких-то слабых мест. Я их не нашел, когда обзор делал. У Luxe Denton достаточно много слабых мест. Явных таких, да. Ну, тот же ремень взять. И что касается Pagani Design, их немножко подкосило то, что здесь, ну, прям вот совсем даже не было никакой попытки сделать чего-то такого непохожего. Хотя бы в какой-то детальке на Dayton. Вот. Такие вот у нас результаты. Ссылки на эти все часы я оставлю в описании к ролику. Не забываем оставить, конечно же, царские лучшие на YouTube лайки. Я на этом с вами прощаюсь. Всем пока. С вами был Дэн. А, маленькую-маленькую фишку забыл. Здесь Sapphire, здесь Sapphire. А здесь что? А здесь у нас Hardlex. Вот. И за это, кстати говоря, надо было... Блин, надо было... Еще снизить баллы. Ну и так, 42 и так. Нормально. Короче, все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok